В предыдущем четвертом подразделе были рассмотрены различные виды бетонов. В пятом заключительном подразделе шестого модуля мы поговорим о строительных растворах и сухих строительных смесях, а также о требованиях предъявляемых к ним. Строительный раствор это искусственный камнеподобный материал, образовавшийся в результате затвердевания, рационально подобранный, тщательно перемешанный и уложенный в соответствии с назначением смеси, состоящего из вяжущего, мелкого заполнителя, воды и специальных минеральных или органических добавок, придающих растворной смеси необходимые технологические, а затвердевшему раствору требуемые строительно-технические свойства. Строительные растворы классифицируются по следующим признакам. По основному назначению кладочные, облицовочные, штукатурные и специальные. Кладочные строительные растворы это растворы, которые применяются для кладки стен с использованием бутового камня, керамического и силикатного кирпича или керамического камня и других мелкоразмерных стеновых изделий. Облицовочные, применяются для крепления облицовочных плит из природного камня, керамических и бетонных плиток по готовой кладке стены из кирпича и других штучных изделий. Штукатурные предназначены для нанесения на готовые поверхности слоев грунта, набрызга, накрывки при выполнении штукатурных работ. Но и специальные это декоративные, теплые, гидроизоляционные, акустические, жаростойкие, кислотостойкие, тампонажные. По вяжущим он классифицируется на простые и сложные. Простые, когда в качестве вяжущего используется только один вид вяжущего, известь, гипс или цемент. Смешанные, это сложные вяжущие, это цементно-известковые, цементно-глининные, известково-гипсовые. По плотности классифицируются на тяжелые, имеющие среднюю плотность 1500 кг на метр кубический и легкие. Ну, соответственно, заполнителями для тяжелых служат плотные кварцевые пески, а для легких это легкие заполнители, это туф, пенза или искусственные, керамзит, аглопорит, перлит и так далее. По готовности к применению растворные смеси подразделяются на готовые. Это те, которые доставляются на объект в готовом уже, значит, применению в виде, который изготавливается на приобъектных или на бетонно-растворных установках. Сухие бывают, приготовляются на специализированных предприятиях в сухом виде. Их при использовании уже нужно будет смешивать с водой или водными растворами добавок непосредственно перед применением. В качестве заполнителя мы уже говорили, какие заполнители необходимы. Здесь представлены на слайде некоторые виды ГОСТов, согласно которым возможно использование этих заполнителей. Воду для затворения растворных смесей нужно применять в соответствии с соответствующим ГОСТом. В которой не должно быть каких-то примесей. Желательно, чтобы эта вода была из системы питьевого водоснабжения. Требования к материалам. Для приготовления готовых растворных смесей применяют материалы, отвечающие требованиям стандартов и технических условий на эти материалы. В качестве вяжущих материалов мы уже говорили, какие применяются. Но нужно сказать, что можно применять, например, белый портланцемент, цветной портланцемент. Эти вяжущие применяют для придания штукатурке или строительным растворам специального требуемого цвета. Технологические свойства растворных смесей. Качество, готовое к применению смесей, в том числе полученное затворением сухих смесей, характеризуется следующими показателями. Подвижностью оцениваем глубиной погружения стандартного конуса, выраженном в сантиметрах. Как определяется это свойство, вы узнаете на лабораторных работах и сами проведете эти испытания. Вообще, к растворным смесям специального назначения могут предъявляться и дополнительные требования в соответствии с их назначением. Как готовятся растворные смеси? Растворные смеси приготовлены, как правило, на централизованных растворных заводах, узлах. Технологический процесс приготовления включает подготовку заполнителей, удаление включений крупнее 5 мм, фракционирование, удаление пылевидных глинистых примесей, промывку, сушку, подогрев, дозирование заполнителя, вяжущих воды, добавок, тщательно их перемешивание до получения однородной смеси. В каждом конкретном случае определяется такой набор операций, который обеспечивает получение смеси с требуемыми технологическими характеристиками. Ну, например, если используется песок, отвечающий требованиям по гранд составу и крупности зерен, операции по его фракционированию могут быть исключены. При приготовлении летних смесей нет необходимости, например, подогревать заполнителя, ну и так далее. По назначению сухие строительные смеси различаются штукатурные, клеевые, универсальные, шпатлевки разного вида и для склеивания гипсовых элементов. Основными компонентами сухих строительных смесей являются вяжущие, наполнители и добавки. В качестве вяжущих используется портланцемент, обычный белый или цветной, и известь гипс. Наполнителями служат кварцевый или полиминеральный песок определенного фракционного состава. Песок обязательно должен быть чистым, не содержать органических и других примесей. Дисперсный наполнитель получает тонким помолом карбонатных пород или природных. Для этой цели могут использоваться активные техногенные отходы, но они все равно все должны быть, не должны содержать органических и других примесей. Все дисперсные наполнители должны иметь максимальный размер зерен не более 100 микрометров. Малые размеры и большая удельная поверхность зерен наполнителей обусловливают улучшение удобообрабатываемости водоудерживающей способности смесей и увеличение их плотности. На этом мы завершаем шестой модуль, в котором мы говорили о бетонах, строительных растворах и сухих строительных смесях. Вашему вниманию подготовлены контрольные вопросы для самостоятельной работы, а также список рекомендуемой литературы. Спасибо за внимание.